Всем привет! С вами Юлия Дмитрия. Всем привет! Если вы первые в нашем канале, добро пожаловать! Если вам понравится это видео, не забудьте подписаться на наш канал. Если вы уже наш подписчик, большое спасибо, что смотрите нас. Добро пожаловать вновь! Сегодня мы расскажем вам об аромате Риджа Лидайре, Russian Mask 2 или Русский Мускус 2. Это аромат из классической коллекции. О ней мы уже рассказывали в прошлом видео об Османской империи 3. Если вам интересно, посмотрите это видео. Сегодня мы перейдем сразу к обзору этого аромата. И сейчас я вам покажу презентацию. Презентация в данной классической коллекции просто потрясающая. Парфюмер Russian Atom. Он с каждой коллекции, с каждым новым выпуском все время улучшает презентацию. Добавляет новые элементы. Нам это очень нравится. Все выглядит очень красиво, очень дорого. Это экстракт de parfum. Чистые духи. По флаконе 48 мл. Хотя на коробке написано 50. Адам в своем видео сказал, что они перемерили флаконы. И у них от 48 до 51 мл на самом деле. Все флаконы отличаются. По вместительности немножко. Потрясающая презентация с арабской вязью, каллиграфией. Выглядит безумно красиво. Это выглядит как какая-то крутая, старинная, классическая бутылка от коньяка. Да, ну, с ориентальной крышкой. Спрэер. Лучший спрэер, который мы когда-либо видели в парфюмерии. Контролируем. Просто потрясный. Сейчас нанесу этот аромат. Как вы видите. Я сделаю полный спрэер. Смотри, как он разлетается широко. Да, вообще безумно. Давай, я сделаю тогда небольшой спрэер. Да, этот аромат классическое колесо вышло 5 июня 2021 года. Мы заказали полный сет. Там было три аромата. И он был распродан за 4 минуты. Это было что-то просто невероятное. Да, к сожалению, этот аромат уже они купить. У них на сайте. Но где-то можно взять с рук. Но за очень-очень большие деньги. В несколько раз дороже, чем он стоил изначально, к сожалению. Ой, такой цитрусовый старт интересный. Да, это шипровый аромат. Очень классический. Я в нем чувствую очень много винтажных элементов. Старт потрясающий. Очень-очень такой бодрящий, искристый. Прям в нос бьет. Вот я когда его на шею наношу, мне каждый раз прям бьет в нос. У меня иногда слезы немножко даже идут. Ну, от этого, от мощи. Очень красивый, натуральный цитрусовый старт, да. И в нем также чувствуются очень сильно какие-то еловые, хвойные ноты. У меня даже какую-то мыльность я в этом во всем чувствую. Есть немножко мыльности, в нем абсолютно согласен. В нем бергамот, мандарин, лимон. Но я чувствую больше всего лимонность, да. Очень красиво. Больше всего чувствуется в старте лимонность и вот хвойная нота. Звучит потрясающе. Натурально. Также специфич чувствуется какая-то, да. Ага, безумно красиво. В средних нотах у него цветок апельсина, сандал, гвоздика, корица, мускатный орех, бобы тонка. И чувствуется вот эта вся красивая спецлость. Однозначно чувствуется, да, в этом аромате. Да. Немножко сладковатость бобы тонка придают, этот аромат абсолютно не сладкий. Ну, сладковатый, да, мой мускус, да. Чуть-чуть есть. Он для меня также чуть-чуть бальзамический, да. В базе у него очень много натурального мускуса, изоления кабарги. Сибирский дикий мускус. Очень много дубового мха, кипарис, амбра. В нем, по-моему, три вида агарового дерева из Шри-Ланки, Камбоджи и Бирмы и Таиланда. Потрясающе. Эта база у него действительно древесная, чувствуется древесность. Также в базе в нем есть гальбана, он ему такие, также зеленые оттенки придает, красивые, да. В нем есть также ветивер, роза и очень красивые по-чуду. Да, на данный момент этот аромат ощущается как свежий, интересный, сложный аромат с мыльными нотками. И какое-то тепло я тоже чувствую, наверное, от специй. Абсолютно согласен. В базе у него абсолют дубовая мха. Раши на дом не состоит в Ифро. Он не подчиняется никимым их требованиям, условиям. Поэтому он использует натуральные, настоящие ингредиенты, натуральный мускус, настоящий натуральный дубовый мох. Ну и все такое. То, что в Европе запрещено. И мускус здесь в базе очень такой воздушный, очень красивый. Я бы сказал, что он также анималистичный. У нас есть Мас Хабиб от Бортникова. Там вот никакой анималики вообще не чувствую. Там очень такой красивый, такой бархатистый мускус. Здесь он более анималистичный все-таки для меня. Этот аромат очень ароматический. Спецвый. В нем также чувствуются какие-то пудровые оценки немножко. Потрясающе. Я люблю носить этот аромат во все сезоны. Но, наверное, все-таки вот самый любимый мой сезон – это весна и лето. У него такой жизнерадостный, красивый старт. Старт мне безумно нравится. Старт с сердцем. Этот аромат довольно хорошо меняется. Он абсолютно нелинейный. Он очень сложный. В нем очень много нот. Они все смешаны, очень гармонично сбалансированы. Да, аромат. Очень глубокий. Но в старте очень-очень мощный. Но потом, через часа четыре, он садится немножко ближе к коже. Но стойкость у него просто потрясающая. Часов, наверное, я не знаю, сколько часов. В общем, от 16 до 24, в зависимости от сезона, времени года, когда вы носите. Летом он чуть быстрее испаряется. Я, конечно, хотел бы, чтобы этот аромат был, вот летом, когда я вошел, чтобы он был немножко еще более мощным после этих четырех часов, после нанесения. Это один из лучших шифров, которые я когда-либо пробовал. Есть и не самый лучший. Он мне чем-то немножко напоминает такую более натуральную версию. В нем более натуральная нота. Композиция немножко более натурально звучит, чем аромат от Roshidaff, Дягилев. Безумно дорогой аромат. Тоже мне безумно очень сильно нравится. Один из моих любимейших шифров. Вот в них есть что-то схожее. Ароматы разные, но какие-то оттенки, нюансы, я вижу, что они перекликаются. Ты еще хотел что-то сказать про ингредиенты? Именно в этой версии Адам сказал, что он использовал сандал, которому более 20 лет. Масло сандала. И в этом, именно в этой версии, во второй, Russian Mass 2 именно, он использовал Нирали, по-моему, из Франции, которому больше 100 лет. То есть он практически в каждой своей композиции, в каждую практически свою композицию добавляет какие-то очень эксклюзивные, редкие, старые, винтажные ингредиенты, которые тяжело достать, которые никто не использует. Нам это очень нравится, и они придают особые красивые оттенки ароматам. Да, этот аромат очень свежий, ароматный, специевый, такой свежеспециевый. Древесный, очень приятный аромат. На мой нос очень, очень необычный. Я бы сказал, довольно уникальный аромат, да? Поскольку у нас не так много классических, винтажных, старых ароматов французских, то я безумно рад, что у меня есть этот аромат в коллекции. В нем сочетаются вот эти вот, однозначно чувствуется вот эта классическая винтажность, как будто этот аромат мог быть сделан лет сто назад Жаком Герленом, если бы он использовал все натуральные ингредиенты и вот добавление каких-то ориентальных восточных ноток придает ему такого особого шарма, да? Вот эта специевость красивая. Ну, натуральный мускус базил ему придает особый шарм. Очень красивая работа, нам очень нравится. Аромат назначен не для всех. я бы сказал, он больше понравится любителям классических ароматов, более винтажных, с уклоном немножко в анималику, да? И, наверное, он понравится больше, мне кажется, мужчинам, все-таки, да? И, возможно, не юношам, а за 30-35 плюс. Да. я могу сразу сказать, что Диме этот аромат нравится много больше, чем мне. Мой любимый, я уже говорила, это «Османская перья 3» из парфюмерного дома «Режведере», из того, что мы имеем. Вот. Поэтому, да, я думаю, Дима прав, что, скорее всего, больше понравится возможным мужчинам и любителям классики. Вот. Да. Аромат очень красивый. Единственное, что плохо, что его очень, очень тяжело достать. Да, но в целом аромат очень интересный и вот как такая парфюмерия, когда парфюмерия для тебя это выискивание чего-то нового, связывание с какими-то впечатлениями, путешествия во времени, да, в какие-то разные места, то это просто интересное такое путешествие. Очень качественный аромат, интересный, приятный, такая классная свежесть вместе с еломами нотками. Вот это, наверное, даже моя самая любимая часть в этом аромате старта. Да, я хотел бы добавить, что когда я его первый раз попробовал, у меня было такое что-то, и я до сих пор это чувствую, такое ощущение, как будто что-то в нем есть индийское, как будто, вы знаете, когда вы зажигаете какие-то индийские палочки, вот какой-то немного такой запах есть. Я не знаю, откуда он, вот этот микс вот этих специй, может быть, чего-то такого, да? однозначно чувствуется что-то такое. индийские палочки назывались нак-чампанс, по-моему, вот их напоминает. Да, да. Да, точно, есть такое. Как не сказал, я думаю, что-то знакомое, но да, да, есть такое. Потрясающий аромат, любителям, действительно любителям, ценителям настоящей парфюмерии, я думаю, он зайдет на все сто. Да, хотели бы поблагодарить Адама за такие удивительные композиции. Мы надеемся, что он и дальше будет выпускать ароматы классические в новой версиях. Мы очень ждем Rush Nude вторую часть, также очень ждем седьмую коллекцию. Адам снимал видео ровно год назад, по-моему, в мае, что у него выйдет седьмая коллекция, но ее до сих пор не было. По-моему, там что-то было на индийскую тему. Много ароматов, от дешевых до очень дорогих. Мы хотели бы попробовать. Несколько ароматов, он сказал, что там будет одна или две ноты всего. И также мы ждем его коллаборацию новую с Agarauro. Очень хотели бы все это попробовать. И когда оно все выпустит, будем покупать. Если повезет, конечно, потому что фанаты раскупают парфюмы, иногда можно просто не успеть нажать кнопку купить. Ну что ж, на этом мы сегодня будем закругляться. Большое спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на наш канал. Если хотите, прокомментируйте это видео и поставьте лайк. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем пока. Продолжение следует...